Всем привет! Играем в фазмофобию, соло-кошмар, Тенглвуд, дело номер 1111, Карлос, Розвелл, благовоние, датчик движения, направленный микрофон и, конечно же, Тенглвуд. У нас рассвет. Это для партии погоды. Хотя рассвет как бы не погода. Блин, может на превьюшку? Смотри. Есть вот там что-то. Что-то романтичное. И дело у нас такое особенное. Глядишь, нас не сожрут, может быть, в честь него. А может мы, наоборот, нападем на призрака и как его сожрем? Ну, фигурально выражаясь, конечно. Это мы, собственно, сейчас и будем выяснять, кто кого. А ты где, что такое творишь? В принципе, мне даже и не интересно. Мне интереснее сейчас снять отпечаток, пока он еще не пропал. Если вы вдруг не знали, отпечаток держится две минуты у всех призраков. Кроме Абаке, который может заставить его исчезнуть через минуту. И ему ничего за это не будет. Но Тенглвуд, фургон рядом. Естественно, мы за две минуты успеваем добежать и не обнаруживаем никакого отпечатка. Ты молодой? Ты излишься. Дай мне знак. Что по температурке? Где уважаемый призрак вообще обитает? Расскажите. Такое ощущение, что он в подсобке. Там как-то прохладно, что ли, было. Ну, похоже на правду. Хотя 8,6. Ну, ладно. Ты молодой. Ты излишься. Дай мне знак. Ну, как будто бы, как будто бы. Не хочет он по родике отвечать. Это у нас, кстати, по нычкам. О! Шикарно. Мой размерчик. Помещаюсь прям целиком. Это хорошо. Это главное не забыть в критический момент, когда призрак за нами будет эффект нагнаться. Давайте возьмем вот так и вот так. Что у нас за проклятый, мы не знаем. Ни зеркало и ни таро. Все остальное узнаем потом. Картинка упала. Ну, ничего страшного. Данные температуры, если честно. А вот тут вот сколько? Ну, ладно. Ну, допустим, не упала еще. Окей. Окей. Пекс. У нас там, кажется, направленный микрофон. Пойдемте сразу послушаем. Чего, собственно, нет. Пока призрак еще не сильно агрессивен. Пытаемся выполнить максимум побочек. Еще у нас датчик движения. Давайте возьмем. Датчики движения. Простая достаточно штука, потому что срабатывает даже во время охоты. В отличие от паранормального явления. Так что, если призрак вот здесь вот выйдет. Ну, вот так, например. То, как бы. Галочку можем ставить. Выполнено успешно. Но, если бы он сейчас не вышел. Если бы была бы охота, он бы здесь прошел. Нам бы все равно засчиталось это задание. А вот паранормальное явление во время охоты почему-то не засчитывается до сих пор. Почему? Я не совсем понимаю. Логики в этом никакой нет. Лазерку выбила. Не горю. Почему вычеркнула горю? Ага, очень интересно. Вычеркнула горю, потому что видела вживую. Не через камеру. Вот так вот. Глазами. Воочию. Горю так не делает. Соответственно, горю вычеркиваем. Даже несмотря на то, что выпала его любимая, так сказать, уличка. Что мы еще можем ждать от этого призрака? Да на самом-то деле, что угодно. Я, наверное, пойду искать проклятый. Искать кость. Держим в уме, что у нас, возможно, диоген. Хотя, диоген бы уже написал бы в блокноте. У диогена повышенный шанс на блокнот на лазерные взаимодействия. Учитывая размер этой комнаты постирочной, диоген как будто бы уже должен был хоть в один блокнот донаписать. Так что... Есть разумные сомнения в том, что это дело. А вот все остальные пока на повестке дня. Так, ну и чего? Куда Константина засунули? Признавайтесь. Опять куда-нибудь за текстуры? Чтоб мы его не нашли никогда-никогда? Что там случилось? Что МП орет? Дверь? Просто так орет? Дверь вот эту кто закрыл? У нас есть у Рэй? Есть. Да не, не. Просто выводы сделала. Что он там делает? Что за светомузыка? Со светом приколы? О! Нашелся. Чпоньк. И вон что нашлось. Вот чпоньк. Чтоб спросить-то у тебя. Диагент Тайе. Можно возраст спросить. Сколько тебе лет? До свидания. 74 запомните. А то вдруг Тайе. Ну и чего? Чё, чё вы топите-то? Ты молодой? Вторая улитка какая? Какова? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Арба загуляла? Да, сейчас, конечно, в комнате с лазеркой арбу искать. Да, сейчас, конечно, в комнате с лазеркой арбу искать. Так, ты, наверное, уже не здесь. Чё ты свет-то дергаешь? Чем тебе свет не угодил? Не понимаю. Не, ну, по скорости сейчас что-то да поймём. Фантома и Они даже поймём. Мираж можно было проверить. Чё, я туплю. Когда мираж есть в пачке, то лучше всего его сразу исключать. Там была двойка ни на что, да? Видели? За которую мне не засчиталась фотка двери. Я подумала, может, у меня фантом или мираж. Мираж-пираж. Он же миражок-пиражок. Не мираж. Окей. Может, у меня баншуха-братуха? Способ с датчиками движения, на самом деле, достаточно кайфовый. Не знаю, что я так долго от него отмораживалась. Посидим. Держим в уме Юрея, помните, да? Опять надо писать. Да. Какая у меня работа. Входит в соли. Я не знаю, просто есть ли сейчас смысл проверять Юрея по оплате. Куру. Или, может быть, сначала вызвать охоту, посмотреть на скорость и не жечь благовоние почем зря? Как вы считаете? Или, раз уж у нас есть подозрения на Юрея, то как бы надо этим пользоваться. Давайте попробуем. Есть такая проверка на Юрея. Мы обкуриваем комнату, в которой он находится. В данном случае это достаточно удобно. Хоть она и проходная, но маленькая. Мы можем повесить датчики движения в любой из косяков. Ну, точнее, оба косяка. Достаточно успешно за нашим Юрейкой проследить. Собственно, заходим. Обкуриваем. Включаем секундомер. Стоим вот так вот и смотрим на обе стороны. Юрей должен оказаться заперт в пределах этой комнаты и не выйти наружу. Однако, может так случиться, что, например, какой-то другой призрак тоже не выйдет за пределы комнаты, останется здесь. Такое возможно. Поэтому проверка эта не стопроцентная. Она такая, скорее, вспомогательная для Юрея. Двойку опять дал на пустом месте. Но не выходит. Я что-то все больше и больше склоняюсь к Фантому. А у меня даже фотик с собой нет, да? Если что-то случится. Если сейчас он появится. А я такая... Sorry. Sorry, not sorry. Я тут стою занята немножко. Вот вышел, получается. По идее... По идее... Мы после этого... Должно было минута 30 пройти. Прошла... Меньше минуты прошло. После этого мы, по идее, должны выключать Юрея нафиг из списка подозреваемых. Говорить, что это все было ошибкой. Юрейство мы по закрытой двери прописали ему зря. Давайте посмотрим, так это или нет. Можем возраст, кстати, опять спросить. Сколько там было? 74? Сколько тебе лет? До свидания. Ну, учитывая, что мы там рядом с Тае терлись. Как будто бы должен был уже постареть. Да. Ну, как-то вот по косвенным признакам это фантом. Давайте запустим. Прятки. 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 Ну, иди сюда. Слушай, это не фантом. Прятки. 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 есть у меня вопросики это точно не фантом и не они моргает он обычно а чего тогда тогда чисто по mp2 должна быть банши может придет еще попробуем подразнить его как ёкая юрей завалил проверку юрей не дает mp2 ни на что что-то странное не идет к нам наш призрак разбиваются все мои теории в пух и прах что про фантома что про банши никакого праздника ммм ммм ну я склоняюсь к тому что это все таки не юрей потому что закрывать дверь по факту могут и другие призраки юрей типа делает должен делать это чаще остальных но это не то что прям его супер мега уникальная обилка а вот то что он не может из комнаты выйти в течение 90 секунд это прям юрейская и как бы с учетом что он запорол последнюю обилку дурак что если ты у меня за спиной то и ты банши о пошел нафиг отсюда красиво красиво видели да чё загорелась вот эта штучка загорелась вот эта штучка он ко мне пришел видимо шел где-то вот здесь вот по краюшку потому что датчики движения почему то его не зафиксировали он загостил вот тут соответственно перешел ко мне дал гост-эвент и потом датчики показали что он ушел это обилка банши когда она берет и идет к тебе а потом возвращается в свою комнату это точно должна быть баншуха свет включился сам по себе и это очень хорошо видно на фотке это баншуха я даже не буду перепроверять ждать крик там вот это вот все и двойка на мп как бы нас наводила на банши но я правда верила в фантома ну как бы после этого фантом кстати тоже так я уже хотела сказать что фантом так тоже может потому что он может идти к игроку но мы точно знали что не фантом потому что охота вот это прикол дс слушайте вот не зря я все-таки вот проверку на юрея с аппуром куда-то в долгий ящик закинула то ли она была не очень корректно выполнена ну как типа некорректно выполнена с учетом что маленькая комната и юрой должен быть там но как он меня обманул с датчиками то есть получается что это не банши то есть банши все равно бы зацепила в датчике а он получается как просто непонятно как телепортом каким-то неведомым ко мне телепортнулся дал гастуху и ушел и уход его я видела а приход не видела то есть если у меня банши нужно и приход и уход прикольно прикольно вот мне кажется поэтому мы играем фазмофобию фазмофобия просто ну не перестает нас удивлять способность использована ноль вы понимаете да то есть способность юрея это понижать рассудок в момент вот этого закрытия двери то есть закрытия двери не было точнее то закрытие двери которое было это не была обилка юрея это все очень сложно что с этим делать я не знаю напишите в комментариях что с этим делать а также не забудьте поставить лайк если вам видео понравилось подпишитесь вместе с колокольчиком а если хотите поддержать канал ссылка на наш лёрт в описании под роликом а также в шапке канала я с вами прощаюсь всем пока-пока пока-пока